Приветствую! Как мы с вами знаем, служба безопасности Украины задержала Марьяна, автора канала «Знай свои права». Что же это такое? Борьба с правозащитниками, либо же борьба с дезинформацией, которая распространяется в интернете? Именно с этим вопросом мы сейчас и разберемся. Ну а перед этим хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в нем гораздо больше полезной информации и появляется она более оперативнее, чем в ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, что же СБУ вменяет Марьяну? Две статьи. Первая статья 114.1. По этой статье предусмотрена уголовная ответственность за препятствование законной деятельности ЗСУ и иных военных формирований. Вторая статья. Это статья 436.2. По этой статье предусмотрена уголовная ответственность за то, что человек оправдывает агрессию против Украины, считает, что вообще агрессии не происходит, либо там занимается гларификацией агрессора. Что здесь можно сказать? Вот, конечно же, мне сбрасывали видео Марьяна неоднократно и просили их прокомментировать. И вот если по второй статье, по статье 436.2 мне не попадались его видео, то если говорить о 114 статье, то здесь, в принципе, можно говорить, что да, скорее всего, есть состав преступления. Пока мы только можем предполагать, и я подчеркиваю, что на сегодняшний день он является невиновным, да, вину человека устанавливает только суд, но, безусловно, признаки преступления, которое предусмотрено статьей 114.1, есть. И вот почему. Что делал Марьян? Марьян рассказывал такие вещи. Например, ТЦК не существует. Популярная мысль, и я, безусловно, понимаю, что сейчас уже часть людей мне пишет, что да какой ты адвокат, да ты что не знаешь, что они там не созданы законом, их нет в реестре, это частные компании и прочее. Для этих людей у меня есть отдельный плейлист. Ссылочка на этот плейлист будет в описании к данному видео. Вы можете посмотреть по каждому из этих вопросов, я снимал видео. И почему в реестре нет ТЦК. И на основании какого закона они создавались. И то, что они не создавались на самом деле постановой КМУ, как многие считают. Да, ТЦК не создан постановой КМУ. ТЦК создан совершенно другими документами. И я показывал в своих видео эти документы. Ну, ссылочки на эти документы, вернее. Так вот, вдумайтесь в эту мысль. В стране идет война. Сейчас опять кто-то начнет кричать, в стране нет войны, потому что война не объявлена президентом. Ну, помимо того, что президент не обязан объявлять войну. Война идет, кто не верит, может поехать куда-нибудь там, под Купенск, в Бахмут, в Запорожье, в Запорожскую область. Поедьте туда и посмотрите, идет война в стране или не идет. Далее. В стране идет война. Есть орган воинского управления, который называется Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. И именно на этот орган возложена обязанность проводить мобилизацию. И вот человек говорит, что тот орган, который должен провести мобилизацию, призыв во время мобилизации, человек говорит, этого органа не существует. Он не создан по закону, ему можно не подчиняться, все их требования незаконны, да, ну, потому что раз орган создан не по закону, значит и требования его представителей незаконны. А значит, повестки можно не брать, в ТЦК по этим повесткам не являться, от призыва можно отказаться. Вопрос. В стране, которая воюет, насколько эти мысли, ну, адекватны вообще? Да, сейчас не про законность говорю, про адекватность. Мне кажется, есть здесь вопросы. Далее, по законности этих мыслей, еще раз повторюсь, ТЦК созданы в соответствии с действующим законодательством. Несмотря на то, что да, мы видим в сети есть видео, где представители ТЦК откровенно нарушают закон. И мы даже видели, что есть уголовные дела в отношении таких представителей ТЦК. Но то, что отдельные представители ТЦК нарушают закон, не свидетельствует о том, что вся эта система, да, территориальных центров комплектования и социальной поддержки является незаконной. Ну, потому что, если мы сделаем такой вывод, да, то понятно, что любая система незаконна, там, в полиции есть люди, которые нарушают закон, в медицине, в образовании, в торговле. Так что, теперь все незаконно? Нет. Орган сам законный, но деятельность отдельных его представителей действительно нарушает закон. Да, и это подтверждает и тот же ДБР, и полиция, которые занимаются соответствующими уголовными делами. Что еще говорил Марьян? Марьян говорил следующее. Ты человек, а не физическое лицо. Поэтому ты должен выйти из статуса физического лица, стать человеком. И когда ты станешь человеком, на тебя никакие законы не будут распространяться, а значит, что ты, как человек, будешь иметь только права и никаких обязанностей. Это прекрасная история. Безусловно, она каждому человеку нравится, да, в любое время. У меня только права и никаких обязанностей. Класс, дайте мне бумажку, что я человек, да. И там был документ, волы-вы, явлыня и прочее. И вот, давайте подумаем, ну, насколько эта мысль правильна. Эта мысль неправильна ни с точки зрения действующего законодательства Украины, ни с точки зрения международных актов. А что неправильного в этой мысли, скажете вы? А подумайте, когда человек говорит, что каждый из нас является человеком, и законы на него не распространяются, и у него нет обязанностей. Это говорит о чем? О том, что человек может сказать. Вот эта обязанность, которая есть в статье Конституции Украины, в статье 65, она же на меня не распространяется. Я человек, а то для громадян. А то для громадян. Я не громадянын, я человек. Все, я отказался от статуса гражданства, от статуса физлицы, и я не буду выполнять эти обязанности. Прекрасная история, классная, супер, особенно во время военного положения, когда, как ни крути, но стоит вопрос о защите страны, о выживании страны и о выживании жителей этой страны. И человек призывает не выполнять эту обязанность. Вы вдумайтесь, ведь здесь вопрос стоит не о том, что там, мы говорим, там, да, там, незаконную повестку вручают, да, либо еще там физическую силу незаконно применяют. Это одна история. А здесь идет призыв отказаться от обязанностей. От обязанностей, в том числе, предусмотренных Конституцией. Ну, и вы подумайте, а не является ли это препятствованием законной деятельности вооруженных сил Украины? Отрицание обязанностей всех, в том числе и обязанности воинской. Отрицание факта существования вообще ТЦК. Ну, а если пойти дальше, да, развить эту мысль и посмотреть, какие там еще видео есть. Там же есть видео, которые отрицают вообще существование системы госорганов в Украине. И говорится, что это, мол, частные все конторы, зарегистрированные в США и прочее. Отрицание самого государства Украины, потому что говорится о том, что это корпорация. Это не государство, это какая-то частная корпорация. Вы вдумайтесь, насколько эти мысли выгодны врагам Украины. Честно говоря, во всей этой ситуации меня удивляет только одно. Почему Марьяна задержали только сейчас? Безусловно, ни в коем случае даже подумать нельзя о том, что вот то, что произошло с Марьяном, что это борьба с правозащитниками. Нет. Нет и еще раз нет. Потому что те вещи, которые говорил он, они антигосударственные. Они отрицают саму возможность существования государства, когда мы называем это корпорацией Украины. Почему не корпорация? У меня все это есть в видео, вот в плейлист я загнал, посмотрите. Отрицание существования госорганов, призывы не выполнять обязанности – это все работа на кого? Я не знаю, сознательно человек это делал, несознательно, хотя сложно в голому человеку залезть. Но, безусловно, то, что он говорил, носило откровенно антигосударственный характер и действительно было таким определенного рода противодействием законной деятельности вооруженных сил Украины. Напомню, представители ТЦК – они все военнослужащие как раз вооруженных сил Украины. Поэтому не нужно здесь говорить, что ЗСУ – это одно, мол, ТЦК – это другое, они вообще никоим образом не связаны и все. Они очень даже взаимосвязаны. И, безусловно, еще раз повторюсь, на сегодняшний день Марьян является невиновным. Почему? Потому что еще нет суда. Будет суд – решит суд. Но, безусловно, в тех словах, в тех видео, которые он произносил, вот, ну, есть все-таки те моменты, о которых я вам сейчас сказал. Поэтому не нужно писать в комментариях и рассказывать, что это, там, наступление на свободу слова, наступление на правозащитников. Вот здесь я категорически буду не согласен, потому что этого нет. Вы можете посмотреть, сколько есть, там, в Ютубе, там, адвокатов, да, юристов, которые, там, выступали в определенном контексте с критикой деятельности отдельных представителей ТЦК и СП. И уголовные дела есть, и все. И СБУ же никого не трогает за это, да. Почему? Ну, потому что СБУ сами прекрасно понимают, что там есть состав преступления. Но, когда человек говорит об отрицании, ну, вы понимаете, насколько это противодействие государству. Ведь, когда ты в условиях войны говоришь людям, что у тебя нет обязанности быть призванным, хотя такая обязанность есть, и Конституция предусмотрена с законом о воинской обязанности и воинской службе, с законом о мобилизации, а ты говоришь, что этого нет. И ты что делаешь таким образом? Ты призываешь, по сути, людей не идти в армию, что в условиях войны, ну, вы сами понимаете. Все, на этом буду заканчивать. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.